Так, друзья, ну вот у ФСК января был последний день торгов перед уходом на дивиденды, соответственно, вот она здесь определенную цель свою локальную отработала, это месячный график, и здесь наиболее вероятно корректирующее движение вниз на размер дивиденды. Так, друзья, ну здесь, скорее всего, 10-го мы увидим движение вниз на размер дивиденда, то есть это возврат вот в эту проторгованную область, и если здесь бумага удерживается, если она не пробивает вот этот вот рыжий уровень, который ранее она пробила при уходе наверх, это у нас значение получается 19,656. Если она на растущих объемах не пробивает, то, соответственно, в этой ситуации она удерживается над этим уровнем, и, соответственно, она продолжает дальше вот это восходящее движение, которое здесь было с тестированием вот этого перехая 21,230, и, соответственно, потом она может вполне сходить на 26,100 протестировать вот эту вершину. Но это будет в том случае, если продолжается общая эйфория на рынках, то есть если сейчас начинается какое-то корректирующее движение или откат, то, в принципе, это можно рассматривать как двойную вершину, конечно, кривенькую двойную вершину, но, тем не менее, она может сработать и с учетом того, что она несимметрична. То есть тогда в этой ситуации цель движения будет, первое это реакционное дно вот сюда вот 17,74, и, соответственно, более глубокая цель это вот сюда вот на 15,14,900. Вот, но это совсем адовый сценарий, если будет сильное корректирующее движение на рынках, но пока такого вроде бы не предвидится в ближайшую неделю-две, поэтому здесь наиболее вероятный сценарий возврат вот сюда вот к этому сильному уровню. Дальше, если удержится на этом сильном уровне, не пробьет его и не сходит ниже, чем 19,622, ну, 19,620 даже на растущем объеме, то, соответственно, удержание в этой области отправит акцию на отработку цели, которая здесь у нее сформировалась. Она находится на 2824, и если она здесь закрепляется и начинает торговаться, она, соответственно, тестирует 21,230, и после этого она пойдет тестировать 26,100. Вот у нее вот этот максимум был, соответственно, она будет пытаться двойную вершину здесь реализовать. Вот, но здесь все упирается во внешний фон, соответственно, если банкет продолжается, там, до середины февраля хотя бы, я думаю, вполне мы можем увидеть на фоне ураганного поднимания всех подряд неликвидов, ну, либо не очень ликвидных компаний. ФСК, конечно, нельзя сказать, что не ликвид, но все-таки у нее ликвидность не такая, как у Сберы или у Газпрома, вот, и поэтому вполне ее могут вот сюда вот куда-то вынести. Вот, ну, а если начнется корректирующее движение и снижение, у нее вот первая цель сюда вот на 18,030, в диапазон 18,030, 17,518. Вот, но пока в текущем раскладе, если позитив сохраняется, ее, она быстро закроет дивидендный гэп, и, я думаю, пойдет пытаться тестировать 26,100. Так, друзья, ну, вот еще от вас вопрос по ростелекому поступил. Ну, смотрите, здесь какая ситуация была. У него сформировалась растущая формация. Вот он пробил и отработал, у него здесь была определенная цель на 85. Вот, но дальше он расти не пошел. Он вернулся вот в этот проторгованный диапазон, который находится 78,83,5. Соответственно, сейчас вот он в этом диапазоне у него идет игра. Но здесь на что я хотел обратить внимание. Вот месяц, январь, по сути, только начался, а идет рост бумаги, соответственно, на растущем объеме. То есть, текущая тенденция указывает на то, что в ближайшее время мы по этой бумаге можем увидеть тестирование 87,92. 87,92. И, соответственно, следующая цель, это будет 89, вот она. И дальше, соответственно, цель на 96,6. То есть, здесь, смотрите, если у нас продолжается текущий рост, исходя из позитива, по Америке урегулирования проблемы с Ираном, то мы по этой бумаге, с учетом того, что все неликвиды, воздух вздымает, можем увидеть движение вот сюда, вот на этот уровень. Вплоть до 97, вот сюда вот. Но он для этого должен 88 пробить на растущем объеме, потом уйти выше. Так, давайте дневочку еще глянем, что у нас по дневочке. Ох, по дневочке бодро он пошел вверх, бодро, очень бодро. И здесь как раз вот снижение, накопление. Ну да, здесь вот прямо отсюда напрашивается сценарий движения на 88 и тестирование вот этой двойной вершины. Но, смотрите, вот здесь он нарисовал сильный уровень, где вот очень мощная проторговка проходила. Это 82,5. Ну, округленно говорю, 82,5. Соответственно, если завтра будет откат, и он 82,5 пробьет на растущем объеме, то наиболее вероятно, что он вернется либо вот в эту проторгованную область 83, либо сюда ниже на 79. Вот, соответственно, если он эту область не пробьет на растущем объеме, не закрепится, то здесь либо сразу пойдет рост и тестирование 88, либо он здесь поторгуется, и потом, соответственно, пойдет вот этот рост. Ну, смотрите, здесь какой вот видится расклад. Если она есть уже, и она в спекулятивных целях куплена, я бы все-таки вот здесь где-то стоп бы поставил. По крайней мере, здесь тогда соотношение получается, прибыль-потеря такова, что если она идет сюда на растущем объеме, здесь задерживается, она, скорее всего, вернется в эту область. Вот, если же она начнет даже корректироваться и придет сюда, то стоп, соответственно, удержится, и она продолжит движение на 88. Так, давайте еще часовик взглянем. Ну, часовик говорит о том, что она в космос летит. Летит в космос. Вот, но стоп, здесь вот этот в районе 80, 81,8. То есть он получается, ну да, вот где-то в этом диапазоне, то есть она, получается, не должна уйти. Но ниже вот этого значения, 82, даже 81,9, она не должна уйти. Если она уходит, то это, скорее всего, будет окончание движения. Но здесь, судя по динамике и по объему, она только начала стрелять. То есть это первый день. Разумеется, здесь вполне логично, что этот рост, если не будет негатива, он продолжится, и она вот этот вот максимум протестирует. И, возможно, даже его пробьет, уйдет там на 97. Вот, но здесь надо помнить о стопах, потому что сценарий может не реализоваться. Соответственно, пробой этого уровня, ну, где-то 81, даже 80, 89, 81 на растущем объеме, он ее сюда вернет. Вот, но если она не пробьет, то высока вероятность того, что она сначала вот сюда вот пойдет на перехай 88, и потом она может на 97 выстрелить. То есть сейчас с учетом ураганного поднятия неликвида, вполне как бы бумага, она может реализовать такой сценарий, что ее тоже раскрутит, а потом, ну, потом будет падать уже. Вот, но здесь главное о стопах не забывать, потому что можно видеть в определенный момент большую прибыль и потом все потерять. А так бумага для спекуляций сейчас огонь. Соответственно, 10 января у них последний день торгов перед закрытием реестра. Размер дивиденда 1,6 копейки. И, соответственно, после этого, скорее всего, будет дивидендный гэп на следующий рабочий день в размере дивиденда. Ну, там плюс-минус. То есть она упадет на размер уплаченного. Так, друзья, ну здесь вот, в общем-то, шел устойчивый рост по этой акции. Вот у нее есть определенная цель, которая находится на 24,96. 24,96 и следующая цель вверху 26. Вот, но у нее есть также и ближайшая цель внизу, которая находится на 22,44. Соответственно, 10 числа, последний день торгов перед дивидендами, и, скорее всего, 10 мы увидим наиболее вероятный сценарий. Это сначала движение вот сюда, вот на 24,34. Возможно, даже ее повыше вытянуть чуть-чуть. Вот, после этого, соответственно, гэп будет... Ну, соответственно, акция этой компании скорректируется после 10 января на размер дивидендов плюс-минус. Ну, это где-то сюда, вот в этот диапазон. Вот, но дальше все будет зависеть от того, какой будет внешний фон. Если эйфория на рынке продолжится, то, соответственно, увидим в ближайшую неделю две возможно закрытие дивидендного гэпа. И, возможно, на фоне того, что сейчас все не очень ликвидные компании их ураганом поднимают и закидывают наверх, вполне как бы по этой компании, если не будет никаких явно негативных моментов, ее могут вот сюда вот еще затянуть, чтобы здесь закрыть цель на 25 с копейками. Ну, на 25.06. Поэтому, я думаю, сейчас с учетом того, как развиваются события на рынке и с учетом того, что здесь вот идет рост на растущих объемах, то мы здесь увидим короткий задерг и после этого в ближайшее время будет движение вверх по закрытию гэпа. Но здесь смотрите, какой момент. Вот есть на 22. У нее определенная цель. Если она ее на растущем объеме пробьет, то она, скорее всего, уйдет вот в этот диапазон и потом может скорректироваться еще сильнее, потому что у нее, видите, вот здесь еще есть цель 19.93. Соответственно, она может сходить вот сюда. Поэтому критичный момент – это чтобы она не пробила и не ушла ниже вот этого корректирующего значения после того, как будет дивиденд уплачен. Вот. Ну, в целом сейчас она не ликвид, пока идет такой фантастический рост. Взгляд достаточно позитивный. То есть будут все подряд вытаскивать и выкидывать наверх. Тем более здесь вот под Невком, даже если смотреть, у нее есть ближайшая цель 25. 25 и 26. То есть, в принципе, этой акцией вполне могут заняться и потащить ее наверх, потому что здесь, видите, в последнее время шел рост на растущих объемах. То есть это говорит о том, что идет в акции игра, ее тянут наверх. Но, вот смотрите еще раз, если рассматривать дневной график, то если вот бумага, она выйдет из вот этого диапазона проторгованного, то есть если она уйдет вот ниже этого значения, которое находится 22.08, по дневному графику 22.04 и 22.08, то, скорее всего, весь этот рост, он будет аннулирован из-за того, что она улетит вот сначала в эту консолидационную область 21.16 и потом сюда вот на 19.98. Вот, но компания не очень ликвидная, конечно, ее акции, но в целом как бы сейчас все подряд выдергивает, что не ликвидная. И, соответственно, в нее, конечно, можно сыграть, но я думаю, все-таки есть более интересные идеи, чем акции этой компании. Так, друзья, вот еще вопрос был по МАЭСКО. МАЭСКО тоже дивиденды. Последний день торгов 10 января, потом на дивиденды он уходит. Вот месячный график здесь. Соответственно, чуть-чуть вот не дошли отработать вот эту цель, которая находится на 1.27.7, 27.75. Ну, последний день торгов перед дивидендами вполне как бы эту цель могут освоить и потом скорректироваться на размер дивидендов, которые для МАЭСКО составляют 4,2 копейки. То есть, соответственно, здесь уход будет, скорее всего, если вот с 1.26.25, то, соответственно, он скорректируется на 1.22. 1.22. Это получается где-то вот здесь вот. Ну, вот здесь у него есть цель 21.10. Скорее всего, сюда ее спустят. Вот. Или ее надо будет все-таки приподнять, приподнять до вот этого максимума, который находится. С одну секундочку. Здесь цель 27. И тогда с 27 вполне на 23. А 23 это уже получается. Так, а 23 у нас вот. Ну, да, это вот получается как раз 23.4. Здесь все-таки наиболее вероятный сценарий, который напрашивается, это вытащить ее на последний день торгов перед дивидендами на 1.27 с копейками. И потом спустить на 1.23. 23.15 вот сюда, вот в этот диапазон. Вот. Но здесь посмотрим, как с утра она будет открываться. Если с утра будет сигнал на то, что, соответственно, акцию начинают скупать, и в ней игра начинается активно, то тогда ее, наверное, туда погонят, и потом у нас корректируется. Но смотрите, вот здесь вот под вечер что-то не очень позитивная динамика была, то есть ее раздавали, и это было на растущих объемах. То есть здесь даже все-таки, наверное, напрашивается такой сценарий, когда ее вот оставят в этом диапазоне все-таки, судя по часовому графику, и, соответственно, вот с верхней границы этой консолидационной области она будет корректироваться вот сюда вот на, вот в этот диапазон. 1,2180, 1,2145. Вот, наверное, даже такой сценарий здесь более вероятен, потому что вот эта вот часовая свеча, которая в конце, она, ну, скажем так, вот это движение вверх, которое проглядывалось на недельках и на дневках, она как-то ее, по-моему, стирает. И здесь все-таки больше вероятность того, что будет торговля в рамках вот этого диапазона уже здесь, начерченного. И потом, соответственно, уход вот сюда вот, вот в эту консолидационную область. Ну, смотрите, сейчас с учетом того, как все неликвиды двигают и разгоняют, вполне можем увидеть по этой компании, как после того, она вот сходит к этой цели 21, то есть ее вполне потом могут быстро вытащить на закрытие дивиденда и даже, ну, так же, как вот там Мечел, другие компании вполне поднять до 1,3730, 1,4255. Вот здесь вот цель есть, которую она будет стремиться обработать, отработать с учетом того, что здесь пошла вот эта вот разворотная формация и движение наверх. Вот есть еще цель 1,75, но даже 1,78, но я пока не вижу, скажем так, пороха для того, чтобы эту акцию туда разогнать. Ну и плюс не забываем, что в любой момент рынки могут развернуться и все начнет сыпаться. Поэтому, друзья, помним, что такой, такая возможность вполне может быть и поэтому, ну, не знаю, я бы вот, скажем так, такими ликвидами бы не занимался, потому что, ну, внутри дня особо не поторгуешь, ликвидность низкая и в случае, если выставляешь стопы и тейк профиты, то с такими бумагами, с такой ликвидностью часто проскальзывание бывает и прибыль остается на бумаге, а в реальности получается либо маленькая прибыль, либо убытки. Поэтому выбор за вами, но, в принципе, ее вот сейчас могут по такому сценарию провернуть. Так, друзья, давайте поговорим по Русалу. По Русалу у вас тоже были вопросы. Давайте начнем с графика алюминия. То есть вот здесь вот пошло восстановление, вот здесь вот разворотная формация и сейчас, соответственно, цены на алюминий пытаются восстановиться. Но на этой неделе пока не очень позитивная динамика была, это связано и события с Ираном, и ряд там других моментов тоже был скользких. Вот, поэтому, что я хочу сказать, вот смотрите, по алюминию здесь вот восходящий тренд сформировался, но здесь вот есть определенная разворотная формация на дневках. Соответственно, в ближайшее время мы можем увидеть снижение цен на алюминий до уровня 1770-1750. Судя по тому, как здесь пошел этот процесс, такое вполне может произойти. Вот, если это произойдет, то это, конечно, будет не очень хорошо для стоимости акции Русала. Но есть два момента. Во-первых, вот здесь цена, скорее всего, развернется и пойдет наверх. И, во-вторых, сейчас все не очень ликвидные бумаги хватают и забрасывают как можно выше. Вот, поэтому я думаю, здесь с учетом вот этой ситуации по алюминию, скорее всего, все-таки будет движение наверх. То есть, либо он сейчас вот отсюда развернется, начнет расти, либо сюда куда-то сходит и отсюда будет разворот и движение наверх. Вот, соответственно, это придаст, наверное, драйву Русалу. И на фоне того, что сейчас идет такая очень мощная игра в не очень ликвидные акции. Соответственно, могут его... Так, друзья, ну вот по Русалу, что мы видим? Здесь в целом сформировалась позитивная динамика на рост. И, соответственно, вот сейчас, если он пробивает 31, 36, 37 на растущем объеме и закрепляется, то следующее у него движение, оно, скорее всего, будет на 39, 40. Вот сюда, в этот диапазон. Здесь у него есть незакрытые цели, которые он будет стремиться закрыть. Так, если мы с вами возьмем недельный график, недельный график, то здесь, ну да, здесь получается, идет игра в сужающемся канале. Вот, сейчас напрашивается здесь какое-то корректирующее движение до уровня 28,875. И, соответственно, если удерживается, не пробивает 28,2 на растущем объеме, то будет отскок, отработка вот этой цели 31,80, 875, и потом 34,8, 35, вот сюда вот. Вот, у него, соответственно, здесь вот есть цель, потом вот этот перехай, и следующая цель это 41,335. Вот здесь, смотрите, идет рост на растущих объемах, то есть, это значит, за бумагу взялись, и, скорее всего, ее будут прокачивать и разгонять. То есть, на фоне вот этой истории с Мечелом и другими аналогичными активами, вполне может быть, что следующим шагом, пока рынки не повалятся, возьмутся за русал. Так, ну, смотрите, вот если дневочку мы анализируем, здесь получается даунтренд был, соответственно, разворот произошел и рост в последний день, то есть, здесь динамика движения указывает на то, что, скорее всего, по дневному графику в ближайшие дни на 32,4 пойдет и потом тестировать 33,1 и 34,9. Так, если мы посмотрим часовой график, что там происходило у него внутри дня. Так, что здесь у нас было? Так, по часовому графику смотрите, вот он здесь набрал позиции на уровне предыдущей проторговки. Соответственно, здесь у него, по сути, получается двойная вершина. Двойная вершина и здесь все зависит от того, как эта модель будет реализована. Она будет реализована в том случае, если он пробьет 30,58 на растущем объеме и пойдет на реакционное дно вот сюда вот. Соответственно, если он сюда придет, то здесь будет достаточно высокая вероятность того, что он совершит корректирующее движение в район 29,4 29,16. Вот. Но если он здесь удержится и он не пробьет вот это значение на растущем объеме, то тогда, скорее всего, вот эта двойная фигура будет аннулирована и он либо отсюда сразу, либо здесь какое-то время поконсолидируется и, соответственно, пойдет рост и пробитие 31,35 и, соответственно, отработка тех целей, которые мы с вами обсудили на дневном и недельном графике. Пока акция достаточно позитивно выглядит, вот, соответственно, если она вот не пробьет этот уровень, который у нее сигнальный для роста, то, соответственно, она будет расти. Если пробьет, то будет движение и возврат вот в этот консолидационный диапазон и, соответственно, будет в этом консолидационном диапазоне болтаться. Давайте еще дневочку по ней посмотрим. Ну да, дневочка здесь бодрая, она указывает на то, что акция либо сразу сейчас будет расти, либо она может быть откатится, если вот этот уровень не пробьет на растущем объеме, рост продолжится. Вот, то есть тут как бы с учетом текущей тенденции вполне интересная бумага, что ее как меча ураган поднимет. Вот, но в любом случае не забываем про стопы. Соответственно, здесь вот, ну, совсем как бы критический уровень это где-то в районе 29,97. То есть, если он на растущем объеме пробивается, то все вот это движение, вот здесь сформировавшееся, оно ломается. И, соответственно, он тогда пойдет, наверное, куда-то сюда на 28,5, 28,3, здесь будет накапливаться. Потом либо пробивать растущий канал и уходить совсем сюда вниз, или же от него отскакивать, и, соответственно, идти на перехай и пробитие 31,35. Я думаю, больше вероятность того, что он либо сразу продолжит рост, либо вот куда-то сюда сходит, здесь походит, поконсолидируется и потом продолжит рост. Но это, если не будет изменений на негатив ситуации на внешних рынках. Все, друзья, спасибо за внимание. До свидания.